этот урок смотрят более двух тысяч человек представляете так что и у вас есть в каждом просмотре в каждом просмотре у вас есть свое долевое участие и значит получается что ваша деятельность которой вы занимались в течение дня через это ваше долевое участие она присоединена ко всевышнему и у вас есть партнер всевышний это отлично тогда получается что вас будет во всем успех удача и всевышний вас знает потому что вы мне вы с ним взаимодействуете через сторону отлично все дорогие друзья ваид ханан глава сегодня очень короткий отрывок сегодня третий день недели и отрывочек такой очень хороший вы знаете что недельная глава разделена на 7 отрывков всем отрывков почему именно на 7 потому что 7 дней недели и каждый день недели читается один отрывочек маленький да и за неделю вы успеваете прочитать всю главу а в субботу в синагогах читают всю главу таким образом за весь год проходят всю тору всю тору начинают тору читать значит когда после праздника суккот есть такой праздник симхат тура это последний день праздника суккот и в шалашах когда живут заканчивают цикл торы как раз книга дворим вот мы концу мы уже подходим до это книга дворим пятая книга и значит в симхат тура мы заканчиваем и начинаем начинаем новый цикл берешит барай лаким это шамам в это арет сначала бог сотворил небеса и землю и опять мы проходим вот этот весь проект процесс книга берешит сотворение мира и мы еще раз вдумываемся как вообще вся эта система работает мы изучаем изучаем архетипы людей архетипы всех событий и вот книга берешит это такая фундамент да потом книга шмот формирование народа израиля мы изучаем тоже законы которые формирование семьи формирование личности человека духовный путь яков получает имя исраэль да то есть это это очень все интересно и так далее и вот мы сейчас сейчас мы находимся в книге дворим это семь дней последние дни жизни моисея маши раббину и он в такой резюме всей торы подводит подводит все резюме повторения всей торы и вот значит сегодняшний отрывок он такой маши договорил о том что и узнаешь ты в этот день и опустишь на сердце свое да как бы запишешь на сердце твое что бог он всесильный на небесах и на земле нет никого кроме него и будешь соблюдать его постановление заповеди и так далее это было вчера мы закончили сегодня ас тогда я в дерьмаше шалош арим бы эвер а ярден мизрах шомаш все маши уже заканчивает свой жизненный путь остается ему всего лишь до конца его жизни остается ему сколько меньше семи дней и вот он в этот момент он хочет закончить вот это очень важный момент когда мы говорим про бога бог непостижим когда мы говорим о служении богу или о связи с богом то у нас есть только наши инструменты которыми мы владеем мысли слова действия вот три инструмента 120 лет было маша раббину вот спрашивать маша раббину было в момент когда он ушел из этого мира ровно 120 лет он в тот день когда он родился в этот же день он и умер то есть 120 дней день в день теперь значит смотрите что получается у нас есть для служения богу и для связи с богом три инструмента вообще у человека есть три главных инструмента мысли слова и действия вот как бы и все весь наш инструментарий мысли слова действия теперь маша раббину который был пророк он с богом был все время в коммуникации он говорил слова всевышнего он передавал еврейскому народу и всему миру да он передавал эти слова теперь но его больше всего интересовало так этот мир это мир действий то что он может сделать и тогда вот маша раббину мы видим даже последние дни его жизни он занимался выполнением заповедей и тогда в мошера выделил три города на той стороне реки ордена для чего три города убежища чтобы туда могли убегать убийцы которые убили ближнего своего без неосознанно и без того чтобы ненавидеть бы есть неумышленное убийство например человек рубил дрова замахнулся у него улетел топор был значит улетела топорить на топорища в руке топору летела он замахивался и значит улетела или например человека неумышленное убийство он значит сидел шашлыки жарил и у него дом сгорел и у него дом сгорел и у соседа дом сгорел то есть от его дома загорелся дом соседа и у соседа сгорел дома в доме сгорел значит кто-то сосед не дай бог но он же не хотел этого соседа убить он соседом был другом там вообще ближайший друг и понятно что он когда свой дом он тоже не хотел поджигать то есть не умышленно убийство но но это же очень важный закон то есть она чек-то ты не думал это сделать она сделалась и как быть и вот здесь в торе очень четко различаются там все эти законы и на примере вот это это крайность до убийства это крайность и значит на примере вот это вот крайней ситуации всевышний сказал что умышленного убийцу даже с моего жертвенника заберите и его надо убить должно быть все честно да в этом мире мера за меру они умышленно убийца его может убить гуэль дам кровный родственник то есть тот кто мститель кровный мститель может убить но значит убийца может убежать специальные города убежища и вот маша рабыну выделил на той стороне и ордена когда они уже подошли к земле израиля выделил значит три города один в на деле колено риувена то есть мы знаем что что когда еврейский народ подходил уже к земле израиля там они уже захватили победили в войне два государства эморейских это были ок и сихон два было таких как бы царя такие знаете как была чечня и дадистан очень воинственные такие два народа с очень крепкими армиями все их боялись и народ израиля когда подошел он их победил когда и ого и сихона и захватил их земли одно бог сказал а вот например мавитян и амунитян и потомков и сава бнеидом трогать нельзя почему за заслуги их предков то есть мы видим здесь что жизнь человека она она очень сильно привязана к тому что делали его предки генетически и наша с вами жизнь от нее зависит что будет с нашими детьми на на несколько поколений одно доброе дело которое вы делаете сегодня может потом на поколение создать создать для ваших детей внуков очень хорошую жизнь такое бывает да теперь значит за то что когда-то муав и амунитяне лот это был племянник авраама который был родоначальник целых народов он был очень хороший человек каких-то проявлениях своих да за это их его потомки они остались на этом месте и интересно что иногда иногда в заслугу детей заслуга детей наоборот хорошо родителям потому что потом произошла root бабушка царя давида произошла от народа который называется мавитяне и что получается здесь очень интересная вещь получается ведь для бога в духовном мире у него же нет времени то есть это для нас есть время мы находимся в неком тоже мы не находимся во времени да потому что мы находимся всегда в точке сейчас а то что было до этого это что будет после да если будет как бы будущее и прошлое это виртуальная реально сегодня сейчас она не существует то есть даже для человека не существует прошлого и будущего его нет реальности а для бога тем более нет ни прошлого не будущего для него все одномоментно понятно да и в духовном мире так это же не материальный мир духовный мир это это основа а материальный мир это проекция и материальный мир он более жесткий но в основе материального мира что находится находится энергия потому что вся материя она по сути своей внутри энергия потому что атомы они пустые внутри и вокруг атомного ядра летают электроны там 99 процентов вместо пустота а летают они вы так вот по орбите внутри пустота и что там они летают непонятно но внутри каждого из нас 99 процентов пустоты и летают очень быстро эти электроны какие-то там и тогда да по орбитам понятно а в духовном мире даже они не В духовном мире что-то другое, и так как там нет материи, энергии, времени и так далее, то для Всевышнего то, что делаете вы сегодня, может вытаскивать ваших там поколения, поколения, что скажут, вау, сидит, например, Лазарь Францоз, да, и он сейчас вытаскивает все свои поколения там в духовном мире, он им дает энергию сейчас, и они, оп, все меняется. То есть тут от нас зависит, что будет с нашими потомками, и от нас же зависит, что будет с предками, то есть момент вот этот здесь и сейчас, момент настоящего, он определяет и будущее, и прошлое, это очень интересно. Хорошо, значит, Маше выделил три города, три колена остались за рекой Ярден, эти три колена, у них были большие стада, задают ученые вопрос, да, исследователи Тора. Если вышло из Израиля, из Египта двенадцать колен, почему у трех колен Гат, Риувен и Минаше, они пришли к Маше Рабейну, говорят, у нас много скота, а значит, у нас очень много скота, дай нам вот эти земли, которые хорошо подходят под пастбище, как Аргентина такая, да. А почему у них было больше скота, чем у остальных, задают вопрос. Есть несколько ответов на этот вопрос, очень таких простых, логичных. В пустыне падал ман, были те, которые говорили, ман мы не можем, ман это как у космонавтов еда из тюбиков, знаете, то есть вроде бы и еда, но ты все время эту еду из тюбика выжимаешь и ешь, но как бы не чувствуешь, нету здесь никакого визуального или такого тактильного наслаждения, да, которое есть от еды. Только ты энергию получаешь в чистом виде и все. Теперь у них были стада, с которыми они вышли из Египта и, например, там Максим Перенчук, у него он вышел, у него было 20 овец, да, и он думает, а буду, значит, раз в году хотя бы по одной акцесс съедать. И за 20 лет съел он своих 20 овец. А, например, вот там Дэн Дубравин, он думает, а зачем мне есть этих овец? Я питаюсь маном, я молюсь с утра до вечера, учу тору, я буду веганом, то есть я еще буду более, не буду я своих овец убивать. У него 20 было овец, которые за 40 лет превратились из 20 овец в 200 овец. Вот и разница, эти три колена, они не ели мясо в пустыне, а другие ели. Вот ответ на вопрос, почему у них было больше стад. В общем, выделил он им три этих города и, значит, они там и остались. Вот и все, вот сегодняшний отрывок, который есть в главе Ваэт Канан, да. Хорошо, значит, что мы отсюда можем учить, да, про устройство мира. Еще раз, мы изучаем, когда тору, мой подход к изучению, когда закрываешь книгу, нужно для себя понять, что я для себя узнал, что я могу применять в своей жизни. Значит, первое, что я узнал, что Машир Абейну, даже за неделю до смерти, он думал, как успеть сделать больше заповедей. То есть, жизнь человека, мы все время должны что-то делать. Мозг ищет какую-то информацию перерабатывать, руки ищут, наши руки не для скоти, да, что-то надо, что-то надо все время делать. И обычный человек, он прилипает к какому-то сериалу и, значит, он ушел в него и он лежит, смотрит, а чем занимается его тело в это время, поедает еду, которую ему, значит, рекламируют маркетологи и он прибавляет лишний вес. То есть, идет как бы потребление с минимальными затратами энергии, что приводит к ожирению, к болезням и внутренней пустоте. Теперь можно мозг включать на постижение новой информации, на обучение, и он тогда, это требует много энергии, то есть, это тяжело. Когда ты смотришь что-то, то тебе легко, ты просто следишь за тем, что происходит. А когда ты что-то обдумываешь, постигаешь, запоминаешь, особенно когда запоминаешь, у тебя должны строиться новые нейронные сети. А для строительства, как известно, требуется много энергии, поэтому большинство людей не занимается учебой, а это очень важная, полезная штука, обучать свой мозг. Значит, обучение, а чем руки должны заняты быть? Заповеди. Вот тут ты можешь кому-то помочь, что-то сделать, кому-то, любое доброе дело, это заповедь. Позвонил ты человеку, которому тебе ничего от него не надо. И ты ему говоришь, как дела он, а что ты звонишь? Просто, как у тебя дела узнать, ничего. Что тебе, что-то от меня надо? Нет, нет, хочу просто узнать, как ты поживаешь, что у тебя там, как жизнь. Все. Особенно, если это человек, который вообще тебе от него, ты ничего не можешь от него получить, а наоборот, кто-то пожилой, какой-то там дальний родственник твой. Это доброе дело, конкретно добрейшее, добрейшее дело, когда ты делаешь что-то для кого-то не без личной выгоды. Вот у тебя там 20 минут ушло, а ты в это время думаешь, вот я выполняю заповедь Всевышнего. Ахнасаторхим, принимание гостей. Бекурхалим, когда ты про... Бекурхалим, это проведываешь больных, да, это очень-очень проведывать больных, это очень большая заповедь, и ты человеку помогаешь, ему там в больнице, ну, реально плохо, и ты, значит, оп, пришел, проведал, это огромная заповедь. Хорошо, и Маше Рабейну занимался заповедями до конца своей жизни, хотя он был пророк, он был со Всевышним в прекрасных отношениях, он знал точно, что его ждет впереди, он просто... Вот люди такого уровня, праведники, да, они просто выходят из этого мира, как волос выходит из молока, то есть они просто переходят в духовный мир без вообще, без всяких сложностей. Но тем не менее, когда вот Веленский Гаон, он умирал, и он очень плакал, и он говорит, вы даже не представляете, какие изменения в духовном мире можно произвести, выполняя одну заповедь. Здесь это просто кажется, ну, вот заповедь, а это огромное-огромное изменение в духовном мире. Там уже этих изменений делать нельзя, то, что мы можем делать здесь, выполняя заповеди Всевышнего. Там уже ты получаешь итог того, что ты успел здесь заработать заповедями, и твои потомки, которых ты оставил, если ты оставил и передал им вот это вот добро, что правильно передал какое-то воспитание, ученики и потомки, то они тогда тебя продолжают поднимать и давать тебе туда энергию. Хорошо, теперь Мишлей. Мишлей у нас сегодня 25-я глава. И в 25-й главе есть очень-очень такие интересные и полезные несколько отрывков, которые прям очень нам сильно могут помочь. Значит, смотрите. Первый отрывок очень, который здесь, опять же, взаимоотношения с царем, с властью, как работает вообще вот эта система, когда кто-то залазит на верхушку пирамиды власти, и как дальше ему там, его каждое действие становится тогда очень сильным рычагом. Он влияет на целые народы, на жизни миллионов людей, да? Мы видим, как один сумасшедший правитель, который решил начать войну, взял просто и сказал, все, я начинаю войну, ба-бах. И уже два года весь мир шатает. Ну, то есть как? Вот этот сам момент, я начинаю войну, это какое надо иметь вообще право, да? Представляете, послать на дибель, там подибло уже полмированный человек. Тут одного человека, когда убивают неумышленно, убегают в город-убежище, Тора нам говорит, а как же быть, если один человек по твоей вине неумышленно, ты не хотел? А когда человек начинает войну, он говорит, я начинаю войну, вперед. И он же знает, что подибнет там полмиллиона людей минимум, и невинные люди. Какой надо иметь, я не знаю, способ мышления, отсутствие совести, чтобы начать войну, в которой подибнет множество людей. И это страшно. То есть те, кто начинают войны, вот именно начало войны, это очень-очень страшная вещь. Здесь объясняется, как это все работает. Дальше. Есть здесь, теперь то, что нас касается. Но нас, как бы, мы же с вами не цари, и в принципе, повлиять особо не можем, поэтому мы это пропустим. Восьмой отрывок. Восьмой отрывок касается каждого из нас. Вот это касается каждого из нас ежедневно. Не начинай ссориться быстро. Потому что что ты будешь делать впоследствии? Задает царь Соломон вопрос. Когда тебя, значит, пристыдит, опозорит тебя твой противник. Значит, человек, когда вступает в ссору с кем-то, он, обычно он считает себя правым. То есть, человек, значит, он второму делает замечание, на него нападает, критикует и так далее. Он себя считает правым. И почему-то считает, что вторая сторона должна с этим согласиться. Статистика, здравый смысл, опыт, поговорите с людьми, доказывает, что когда вы нападаете на какого-то, любого человека, то он ответит вам в 90% случаев, он ответит вам нападением ответным. И, значит, вам придется с этим как-то смириться. Даже если вы правы, по вашему мнению, на 100%, то он все равно в голове начнет искать, так как вы его обидели, начнет искать, а что же у вас есть на себя, знаете, как одним это словом, на себя посмотри, а ты-то что? И он начнет обязательно, обязательно начнет искать, где же, где же, значит, да, да, вот эта, да, смешная шутка, что если я признаю, что ты прав, мы оба будем не правы. Ну, здесь царь Самон говорит про другую реакцию. Он говорит, что последствия могут быть абсолютно непредсказуемые, да, абсолютно непредсказуемые, потому что вторая сторона, она будет всеми силами стараться доказать свою, свою, как бы оправдать свой поступок. Мы это знаем, природа человека, начиная с первого человека, его жены, когда он, первый человек Адам решен, он съел дерево познания добра и зла, и когда Бог ему сказал, как же ты мог, я же тебе сказал, что нельзя есть. А он говорит, это не я, это жена, которую ты мне дал, он сразу в ответ обвинил Всевышнего, ты же мне ее дал, я что, буду сомневаться, ты мне дал помощника, этот помощник дала мне этот плод, ты мне сказала, дерево не есть, но ты же мне не сказал мне есть от помощника, который сорвал с дерева и дал мне, ты мне ее дал, то есть он в ответ, первый же человек, обвинил Всевышнего. Его сыновья, Кайн и Эвель, Кайн убил Эвеля, своего брата, Бог его спрашивает, да где Эвель? А он говорит, а что, сторож брату моему, что ты меня спрашиваешь вообще, я же должен охранять, я ответственный что ли за брата моего? Нет, не ответственный. То есть мы видим, что начиная с первых людей, которые были пророками, природа человека, это снимать с себя ответственность. Поэтому, когда ты хочешь делать замечание, когда ты хочешь кого-то напасть на кого-то, да, ты должен подумать, что ты сейчас бросаешь камень в стену, которая обязательно отскочит, отскочит по-любому. И это вот совет, который очень подходит, я помню, мой учитель Равыцких Зильбер, Захрана Цедегли Враха, он говорил такую фразу часто, он говорит, я никогда никому не делаю замечания, никогда никому не делаю замечания, это его был жизненный принцип. И как-то он сидел в тюрьме с 52 по 53 год, и он был водонос. И вот он носил на весь ладерь воду, и он всю пятницу бегал-бегал, чтобы набрать все бочки, для того, чтобы в субботу хватало на полсубботы, и дальше он платил кому-то деньги, чтобы носили конец субботы за него. И вот он как-то перед субботой, пятница, набрал уже, набрал все бочки, и он заходит там, где у них было вот это вот место, где эти бочки стояли, и видит, как один заключенный, он берет эти бочки, он эти бочки выливает. И он говорит, я сказал, зачем ты это сделал, как-то я что-то на него чуть-чуть, как бы сделал ему замечание, да. И он говорит, лучше бы я этого не делал. То есть это было вот, даже это лучше бы я этого не делал, потому что он только этого и ждал. То есть, ну если ты видишь, что он уже бочки выливает, и ты еще хочешь его спросить, зачем, понятное дело, что он неадекватный, и сейчас он против тебя. То есть любое слово неадекватными людьми будет истолковано против тебя. Поэтому вот это можно выписать, прям восьмой отрывок, и для себя сделать правилом. То, что царь Самон сказал. Альфи Целлерив Майер, не вступай в ссору быстро. Подумай, что ты будешь делать впоследствии, если он на тебя нападет, если он тебе ответит и так далее. Дальше, девятый отрывок, продолжение этой темы. Все-таки, например, Галина Маргун обдумала и думает, нет, я буду сейчас ругаться. Я все-таки решаю вступать в ссору, не могу я терпеть, что стул муж не поставил на место или посуду не помыл, или мусор не вынес, я ему сказала. Все, я сейчас буду все-таки с ним устроим скандал сейчас. Девятый отрывок, говорит, царь Самон совет, как ссориться, как устраивать эти скандалы. Ривка Рив, он говорит, хорошо, ссору твою ссорься. Этре, ага. То есть с ближним твоим, да, если ты считаешь, что это повод сделать из ближнего своего врага, ссорься, то есть это твой вывод. Высода хер альтыгаль, но тайну другую не открывай. Что имеется в виду? Когда человек начинает, когда ты начинаешь с тем-то ссориться, вот вспомните там все свои последние ссоры, то начинается все с какого-то конкретного момента, да, там, убери за собой книжку. Все, на это можно было бы и закончить, да, убери за собой книжку, книжка убрана. Или книжка не убрана, хорошо, лежит книжка на месте. Но обычно следующая фраза какая? Ты никогда за собой не убираешь. Я устал за тобой убирать. Вообще ты меня не уважаешь. Ты ко мне плохо относишься. И правильно мне сказала твоя мама, моя мама, когда она тебе там женился или выходил замуж, что? И тут ты выдаешь тайну своей мамы, которую не надо было выдавать. Сода хер альтыгаль, не открывай тайну чужую. Да, то, что тебе мама сказала, зачем ты говоришь? Потому что теперь, когда вы помиритесь, с мамой будут проблемы. Будут проблемы. Человек скажет, а, так вот так оказывается она ко мне относится, она, он и так далее. То царь Самон сказал, лучше не ссориться. Но если ссоришься, то ты должен быть, значит, сфокусирован на том, о чем идет речь. Не открывай никакие другие тайны, не вмешивай сюда никого. Это только будет хуже. И дальше он в 10 отрывке, он как раз об этом и говорит. Пен и Хасетха. То есть, в 10 отрывке он говорит, так, Пен и Хасетха. Хасет это, ну, потом уже, да, все друг другу прощают, там, близкие люди, помирились. Шуме, Ведибадха, Лотошу. А, ну, свою клевету, которую ты сказал на других людей, то, что ты открыл, ты уже вернуть не сможешь. Уже стереть это невозможно. То есть, он говорит, будь осторожен со словами, во время ссоры ты не сможешь быть осторожен, хотя бы уже ругайся, только в моменте. Вот здесь ты находишься, а тут и ругайся. Не открывай ничего другого. Хорошо. Теперь, значит, дальше, дальше, есть много, здесь очень много про коммуникацию. Вот, значит, два отрывочка я еще хочу прочитать, чтобы мы прочитали, очень полезно, это интересная история. И 28, смотрите. значит, 16-й отрывок, 16-й отрывок, это звучит так. Два шмацата эхоль доеха, нашел ты мед, кушай его в меру, пен тисбаэну веакитто, чтобы ты не присытился им и не вырвал его. То есть, царь Самон говорит, смотри, проверь, вкусный торт, тебе нравится пирожное, съешь его два килограмма, начнешь рвать. То есть, любишь ты там какое-то варенье, съешь килограмм, начнешь рвать. Мед, ну, в то время мед это было самое вкусное, кушай в меру, иначе присытишься и оно перестанет тебе нравиться. И дальше он продолжает, это же притчи, значит, это был пример, на что это был пример, 17-й отрывок, 17-й отрывок, значит, убери свою ногу из дома ближнего твоего, пен из бааха, может быть, он присытится тобой, устное эхо, и возненавидит тебя. Значит, пришел ты кому-то в гости, ну, пришел, посидел, 10 минут, ну что, я пойду, все. Хозяева говорят, да не, посиди еще, посиди еще, ладно, через 20 минут, ну что, я пойду, да, отлично, иди, как раз мы собирались выходить из дома, оп, отлично. Или другой вариант, пришел ты в гости, ну что, я у вас посижу тут, я поспать останусь, я поесть останусь, завтра я недельку у вас поживу, он говорит, это как с медом, то есть, вы в хороших отношениях, это твой ближний, там, друг твой, родственник, и так далее, но, как с медом, обрати внимание, чтобы тобой тоже люди не присытились, да, есть такие люди, которые заходят, за полностью они, значит, захватывают место, пространство, и потом, потом их возненавидят, люди в меру, как мед, чуть-чуть поел, отлично, много, уже можно вырвать это. Дальше, дальше, и, что такое, интернет пропал, пропал интернет у нас, да, значит, бывает все, значит, оканчиваем урок, сейчас, переходим на мобильный интернет, все, в телеграме есть, в телеграме, сейчас будет в телеграме, в фейсбуке есть, в телеграме сейчас появится, мобильный интернет, секундочку, хорошо, в фейсбуке есть, значит, если что, все досмотрят в фейсбуке, почему-то пропал у нас интернет, и не подключается телеграм, обидно, что же это такое, все, подключился телеграм, тоже, так, звук тоже есть, я надеюсь, есть, хорошо, окончание, последний отрывок, последний отрывок 25 главы, последний отрывок 25 главы, он глобально, очень важный, показывает нам закон, то есть, я хотел бы на нем закончить сегодняшний урок, значит, 28 отрывок звучит так, «Ир прудца, эн хома, иш ашер эн маа цар ле рухо, значит, город, город раскрытый, раскрыстый, такой, поруц, это как бы пробитые стены, когда, эн хома, нет у него стены, это человек, который, эн маа цар ле рухо, нет у него, не владеющий своим духом, нет у остановки его намерений, и его как бы эмоциям, что имеется в виду, значит, у каждого человека есть эмоциональная сфера, эмоции, это энергетическое проявление мыслей, но уже это как бы энергия, уже эмоции, вот мысль, что такое мысль, давайте подумаем, сколько будет там 2 умножить на 17, да, 34, ну то есть мысль, она вообще, можно даже не шевелиться, а теперь давайте представьте, что вы поднимаете штангу 200 килограмм, просто представьте, вы берете штангу, ее подняли, в мыслях тоже это легко, то есть мысль, она, ну это просто, как царь Самон говорил, любая мысль, это эвэль эвэлим, это пар паров, это как пар, то есть мысль, это пар, это, ее нет в реальности, да, это набор слов каких-то, вот мысль, там, теперь, эмоция, это уже, это уже не пар паров, это уже не иллюзия, эмоция это то, что человек чувствует в своем теле, это энергия, страх, это энергия, адреналин выделился, там, мышцы наполнились кровью, например, или, какая еще есть эмоция, эмоция, там, спокойствие, да, какое-то, это наоборот, пошло расслабление, и так далее, то есть эмоции человек уже чувствует в своем теле, теперь, есть люди, у которых, у которых, их эмоции, они просто, их накрывают, у них любовь нечаянно нагрянешь, когда ее совсем не ждешь, их накрывает все время раздражение, гнев, я сойду с ума, меня все бесит, все ее это, там, то, тревога, то есть есть люди, у которых совершенно разболтана эмоциональная вот эта вот сфера, и мысли, они же легко скачут, да, мысли, они как скакуны, теперь мысль скакнула, потом пошла эмоция, скакнула в другую сторону, пошла другая эмоция, и те люди, которые не, не, не умеют, у них нет маоцара, нет у них остановки для эмоций, то есть они не управляют мыслями, они не знают, что делать, когда включилась эмоция, значит, это как город без стены, то есть они все свое мышление, всю свою душу, все доброе, хорошее, светлое, что в них есть, из-за того, что мыслями они не умеют управлять, мысли скачут, а эмоциями не умеют управлять, эмоции скачут, они могут разрушать свою жизнь, отношения, и так далее, теперь, что, это как человек, который без стены, и все их доброе, хорошее, светлое, оно, оно как бы, скрывается под гневом, например, гнев, самая страшная эмоция, что тот, кто гневается, похож на этого поклонника, поэтому, я очень вам советую, зайти в мой фейсбук, личный мой фейсбук, и в мой личный телеграм-канал, я как раз сейчас, начал публиковать, опять, 20 будет новых уроков, по, по мастер счастья, как управлять эмоциями, как управлять мыслями, я думаю, что к осени, я закончу книгу, и новый такой тренинг, прям цикл, мастер счастья, как быть человеком, который умеет управлять эмоциями, и умеет выруливать, всю свою эмоциональную сферу, на состояние фонового счастья, и яркого счастья, то есть, справиться с негативными эмоциями, невозможно, то есть, они прошиты у каждого человека, но тот, кто умеет быстро, из них выходить, и выходить в позитив, и управлять своими эмоциями, это, конечно, идеальный вариант, а человек, который, который не умеет, он называется, Хасар Лев, он называется, у него нет сердца, нет управления над сердцем, да, то есть, он как город без стены, все, дорогие друзья, значит, на этом мы останавливаем сегодняшний урок, видите, у нас отлично, сейчас, получается, вот уже многие, сбой интернета отключились, но у нас даже сейчас есть 80 человек в фейсбуке, 45 человек в Телеграме, и 23 человека в Ютьюбе, то есть, практически больше, чем 150 человек уже к концу урока, да, значит, все, друзья, учим Тору, напишите свои выводы, делимся всеми нашими каналами, каждое утро есть урок Торы, с 10 утра до, сейчас, видите, 10.40, даже получился очень длинный урок, я постараюсь все-таки, все-таки постараюсь я в 30 минут укладываться с завтрашнего дня, и, значит, с Божьей помощью продолжаем учить Тору, обучать Тору, если вам Всевышний дает благополучие, то вы можете часть из него поделиться, чтобы другие люди тоже могли учить Тору, значит, присоединяйтесь нам, как друзья Ваикра, партнеры Ваикра, и спонсоры Ваикра, и заказывайте книгу Мишлей, потому что очень важно изучать каждый день мудрость Ториаса Амона, это самая большая мудрость, которая только есть в мире, если вы часть из нее себе вставите в свое мышление, то ваша жизнь станет намного более добрая, веселая, благополучной, радостной, здоровой, и мудрой. Все, всем удачи, успехов, до завтра, до завтра.